приветствую всех на своем канале так сегодня мы с вами будем смотреть с вашу камешки расклад на тему как часто я пробую что-то новое в своей жизни посмотрим пробуем и или ходим по кругу и воспроизводим одно и то же хочу пожелать всем отличной недели поудобнее сяду хорошего всем настроения так и мы приступаем напоминаю что вдруг кому-то не хватает время для выбора есть кнопочка который называется пауза либо стоп останавливаете выбираете потом заново нажимаете на кнопку воспроизвести и смотрите свои варианты так позиция номер один голубенький камешек когда двину чтобы вас потолыку не сбивала так вот сюда голубенький камешек как часто вы пробуете что-то новое единички четверка мечей это нет я бы не сказала что вы относитесь к той категории людей которые что-то новое пробует своей жизни да скорее всего если что-то новое вы пробуете то это только на уровне каких-то индей то есть это все что возможно связано с анализом может быть здесь еще знаете вот какие-то после прочтения каких-то книг наверное входить вот в это состояние размышлений вот подумать здесь вот что-то идет на уровне ментала но опять же таки это то что в дальнейшем будет порождать какие-то инсайты то есть вы не тот человек который пробует что-то в контексте действий поступков вот в реальном физическом мире больше всего я вижу здесь идут мыслительные какие-то процессы эти мыслительные процессы они как как это сказать так знаете интересно в теле физическом теле скорее всего это какая-то пассивность ну то есть вы возможно даже вот как здесь на карте изображено так где-то ложитесь перед сном что-то думаете ли утром когда просыпаетесь либо вообще когда отдыхаете но вот в таком вот в горизонтальном положении либо во время медитации либо во время расслаблений то есть вот больше я бы сказала король мечей говорит об активном уме об активных мыслях и мыслительных процессах которые происходят в вашей голове то есть вот все подумать все рассчитать все проанализировать и здесь скорее всего вот больше на это идет акцент вот в мыслях в мыслях велика вероятность что что-то новое вы пробуете но это вот скорее всего только на уровне виртуальном да не в реальном мире и опять же таки здесь не то чтобы это какие-то новые мысли а вы то что имеете вы как будто бы прогоняете по разным вариантам развития той или иной ситуации то есть это не то что новое а это скорее всего то что уже имеется на данный момент и вы стараетесь это раскрутить по-другому то есть по другим углом здесь не здесь не про новизну как часто вы пробуете что-то новое да по настроению я бы так сказала да конца это все-таки детский аркан когда вы мотивированы чем-то да когда вот произошел видимо вот этот вот инсайт внутри вас и он настолько вас поразил настолько шокировал что вы воодушевились и вот на этой энергии мотивации на этой энергии знаете желание вот хочу попробовать веселье радость вот на этой энергии возможно вы что-то новое и попробуйте но как часто это происходит крыльево пендакли когда у меня такое ощущение когда вам нужно найти какой-то новый источник заработка вот когда нужно проявить какую-то заботу либо нужны какие-то деньги либо вот нужно расширить как-то свой финансовый поток вот тогда то есть когда есть какая-то нужда нужда на увеличение финансов либо на увеличение ваших ресурсов то есть не только деньги могут быть это может быть энергия это может быть там время здоровье много разных моментов но однозначно только в том случае когда это очень важно и очень ценно для вас то есть если это не входит в сферу ваших ценностей вы даже в этом направлении смотреть не будете а почему именно так да почему именно так девятка кубков потому что таким образом вот вы наполняетесь таким образом вы получаете удовольствие таким образом вы обучаетесь и как-то изучаете свои собственные глубины то есть вы скорее всего человек больше интровертные но это не сто процентов интроверты и но при этом знаете вот когда человек хочет что-то узнать для себя понять себя разобраться в себе вот такие вот моменты они вам очень нравится они вас мотивируют то есть все что связано с подумать все что связано вот именно с познанием очень глубоким познанием себя познанием психологии возможно даже как вариант может быть предоставление каких-то психологических либо в таком формате услуг каких-то вот тогда да вы что-то будете новое изучать потому что это входит вот в сферу ваших ценностей а так в принципе нет видите вам сложно сделать выбор почему потому что вот как будто бы вот в этом направлении вот в этих вот в этом таком вот ракурсе вы как рыба воде все остальное это вот рыба вне воды то есть там сложно как-то сделать выбора в чем сложность сделать выбора но поиска чего-то нового сама идея непосредственно да то есть возможно вы скорее всего относитесь категории людей исполнителей нежели каких-то таких идейных новаторов что ли то есть вот вам сложно что-то придумать вам проще взять уже готовую какую-то идею и с ней уже поработать да возможно в новом ключе да так как вот кто-то другой может быть и не подумал но это не то что вы придумываете какие-то новые идеи новые желания здесь здесь не про это так такой у нас был коротенький расклад первая позиция позиция номер два красненький камешек двоечки смотрим как часто вы пробуете что-то новое в своей жизни каждый раз когда что-то завершается каждый раз когда вы чувствуете что вы находитесь в ресурсе когда есть у вас какие-то желания которые вы хотите получить то есть когда вы находитесь в таком психологическом состоянии когда вот вы на коне для вас это важно да когда вы на подъеме и хотите двигаться когда есть готовность к дальнейшему движению когда нет каких-то переживаний я которые вот тянутся как-то из вашего прошлого да когда не сливаете свою энергию на какие-то воспоминания то есть по сути когда вы находитесь на подъеме в таком эмоционально позитивном настрое еще когда как часто вы пробуете что-то новое в своей жизни но здесь вот какая-то с одной стороны вынуждены может быть для кого-то позиции да то есть вы когда вы в чем-то разочаровались и надо придумать выход из ситуации ну то есть такое чувство что вот сама жизнь до вас вывела в какие-то такие моменты когда но по-другому уже невозможно либо это ваше собственное решение но оно основано на том что вы готовы к этому новому а почему именно так почему именно так ну вот потому что бывают какие-то вот эти вот негативные не очень приятные мысли и переживания волнения здесь вопросы уверенности в себе они вас могут останавливать то есть такое чувство когда вы ослабливаете тот момент что вот я сейчас спокойно я сейчас уверенно либо уверен спокоен и меня это вот переполняет узнаете это чувство когда словили какую-то волну позитива и вот вы в этот момент да можете что-то попробовать можете даже как-то рискнуть что вам в принципе не очень-то свойственно а так нет еще почему так потому что вы такой человек достаточно размеренный стараетесь не впадать в крайности больше относитесь категория людей таких знаете терпеливых терпеливых которые больше ждут ждут возможно какого-то шанса когда что-то подвернется то есть вот сами как-то проявить инициативу нет поэтому для вас вот вот этот вот момент шестерки жезлов либо опять же таки по аркану мира когда вынуждены да вот что-то завершилось и вам нужно уже сделать шаг вперед потому что ну назад уже идти некуда да то есть вот сама жизнь как будто бы вас вытолкнула в этом направлении либо когда вы словили себя вот в этом состоянии что у меня все хорошо у меня все получается да уже нету каких-то сомнений да здесь может быть страхов и вот я спокойно то есть вам очень важно вот этот вот эмоциональный настрой когда вы уравновешены внутри себя и спокойны еще почему так да то есть почему выбираете ну вот видите опять же таки про разочарование здесь может быть даже знаете такое чувство когда разочаровался и вот в этом разочаровании есть какая-то сила для вас да то есть вы себе возможно говорите что все больше так никогда делать не буду вот на этой волне вот пока это состояние не прошло вы можете двигаться да вы можете совершать некий такой прорыв невозможно когда ну здесь чувство что вы должны дойти вот прям до каких-то крайностей да до самого дна возможно и вот тогда вы набираете силы решительность уверенности и двигаетесь вперед либо тогда к вам приходят какие-то мысли по поводу того какую цель поставить вот чего я хочу то есть такое чувство что когда вы заняты чем-то да неважно это позитивное либо негативным то есть есть некая такая ситуация которая вам привычена да даже если она допустим в негативном ключе но вот вы уже как-то привыкли к таким сценариям то в принципе что-то новое попробовать вы не хотите когда все хорошо ясное дело что враг да хорошему это лучше то есть вот здесь вы это выбирать не будете а когда плохо ну надо еще возможно потерпеть да надо подождать вот как то так вы себе говорить а вот когда уже вообще не втерпешь да когда полностью как-то разочаровались идет какое-то опустошение либо например когда попадается вот как входите в такое состояние когда вам скучно да то есть ну вот как то уже все приел и вы понимаете что если я сейчас не совершил какой-то первый шаг если я не попробую что-то другое то я вот в другой момент этого пробовать не буду вот здесь вот так сегодня у нас коротенькие позиции и позиция номер 3 зелененький камешек троечки тоже коротко посмотрим вас как часто вы пробовали что-то новое в своей жизни когда встаете перед каким-то выбором как реализовать свое желание как повысить свой профессионализм возможно мастерство то есть когда это каким-то образом связано с профессиональной сферой а в личной жизни у вас нету желания что-то новое попробовать но тогда только когда вы ощущаете что дошли до состояния каких-то притирок каких-то разногласий и это вводит вас в тупиковость то есть принципе здесь акцент больше идет на профессиональную сферу там вот вы как больше проявляете себя дали бы в социуме больше пробуете заявляете о себе здесь социальная сфера до либо профессиональная сфера а лично личное для вас это темные потемки почему так почему так потому что вас как ценность является скорее всего сфера финансов не столько личная жизнь ну то есть не то что вам не интересно там я не знаю любовь семья и так далее просто в приоритете больше как проявить себя как реализовать себя для вас это как-то более цене на это вот ваши цели ну вам так интересно вот эта сфера она вас больше интересует а почему вас не интересует лично ну потому что она вам не понятно видите пашкубков это маленький ребенок то есть здесь очень много многому чему нужно учиться туда нужно вкладывать энергию вот вливать свои какие-то ресурсы вот и но она не стоит ваших приоритетах то есть вам скорее всего в этой жизни не не столь важно развиваться вот в этом в ключе так давайте еще раз просим да как часто вы пробуете что-то новое ну вот как раз и тогда когда есть необходимость двигаться дальше да то есть когда есть ощущение того что вы выросли и хочется как-то расширять расширять свои горизонты пробовать что-то новое да когда у вас есть внутреннее ощущение силы очень похоже на вторую позицию но только здесь сила она немножко в другом ключе здесь сила в контексте ресурсов да вот вы ощутили такой знаете прилив когда мы чувствуем себя сильными сильными духом что вот мы справимся мы все преодолеем здесь какая-то такая уверенность больше лидерская мотивационная да когда вот мы себя взбодрили мы себя какой-то энергетик дача когда принимает какой-то энергетик вот он взбодрившийся вот здесь в такие моменты а почему именно вот на такой энергии потому что тогда у вас рождаются какие-то возможные идеи планы либо вы способны услышать информацию тогда открывается вот для вас какие-то истины вот такой был у нас и третий вариант коротенький но мне не хотелось сегодня раскрывать достаточно так и глубоко тему просто посмотреть третья позиция благодарю вас всех за внимание за ваши комментарии за ваши лайки и до следующей до следующего расклада да всем пока пока